Всем привет, улечки мои хорошие! Я из магазина. Девчулечки, мальчулечки, как-то у меня шумно. Чайник еще не перестал шумлеть. Че это он шумлит? Я налила себе чай, пока мы с вами разбираем наши покупки. Это один пирожок остался. О, салфетки опять, опять культурные будем с вами, ё-моё. Слушайте, как выгодно, между прочим, покупать пирожки. Салфетки остаются хоть. Для культуры. Это пирожочек один остался. Еще не съели. Так. Ну а теперь смотрим, что же я купила. Купила даже и Мартюше сегодня побаловаться. Вот. Спасибо моим девочкам, подписчикам. Мальчикам. Не знаю даже кто. Потому что на Донаталерс пришло два перевода без имени, без никто. Вот. Спасибо вам большое. Угадайте, что это. Угу. Такие красивые. Разные цвета. Угу. Яички перепелиные. Для Мартюши. Такие все разные. Сейчас их помою. Ну, точнее, буду мыть перед тем, как ему дать. Буду ему в еду добавлять. Только буду его разбивать пополам и ложить ему вместе со скорлупкой. Потому что он яички кушает. Ну, скорлупки еще не знаю, будет кушать эти или нет. Потом вам расскажу. Взяла в пятерочке. Я из пятерочки из магазина. Селяночка. Девяносто. Подождите. Найдем чек. Я его брала. Девяносто с чем-то рублей. То ли девяносто шесть, то ли девяносто девять. Двадцать штучек. Я думаю, нормально. Тем более... Я не знаю, девчат. Напишите, каждый день добавлять ему по яичку в еду. Оно же маленькое. Наверное, каждый день. Один раз в день нормально, да? Да, я думаю. Или много будет. Я же не знаю. Я же натуралка это никогда не кормила. Поэтому напишите мне в комментариях. Один раз в день нормально, если я буду ему добавлять в еду по одному яичку. Оно же маленькое, да? Вот. И хочу поблагодарить вас. Спасибо вам большое. На Дзене подписчики растут. Значит, нас прибавляется. На Рутубе тоже подписчики и просмотры растут. Вот. Только у нас новая функция. Я уже говорила в прямом эфире на Ютубе об этом. Что можете добавляться в контакты. Скоро пойдет мох, кора, цветочки. И это можно будет все приобрести и ВКонтакте. Да. Я так решила, что ВКонтакте тоже это можно будет приобрести. Но добавиться ВКонтакт можно будет только после того, как вы заплатите за вход в группу ВКонтакте. Не группа, а страница ВКонтакте у меня. Вот. Ссылочка на контакты есть под каждым видео. Везде. И в Рутубе, и в Дзене, и в Ютубе. Везде ссылочка на мои контакты есть. Вот. Прежде чем добавиться, вы должны оплатить. Когда вы открываете, переходите по ссылочке. Под видео есть. Сейчас я попробую вам показать. Я делала скриншот. Небольшое такое вступление. Так, наверное, очень плохо видно, да, через эту камеру. В общем, вот здесь, вот, нажимаю, о, покрупнее стало. Вот. Видите? Под фото вот такая штука. Деньги. На нее нажимаете, и через нее можно перевести денежки. Можно перевести денежки на Юмонио кошелек. Если я правильно его называю. Ну, там написано. То есть, все, что вы видите, когда заходите в ВКонтакты, чтобы добавиться в друзья, это добавиться в друзья. Вот это вот, как штучку деньги, да, вот. Желательно в переводе укажите смсочку, напишите, как вы зарегистрированы ВКонтакте. То есть, ваши, ваши, ваши инициалы. Также можно это сделать через Бирбанк онлайн. Реквизиты есть тоже под каждым видео. Кому будет удобно. И, опять же, напишите, как вы зарегистрированы ВКонтакте. То есть, я там, Любовь Дементьева. Вы, может, там, Мария Иванова, да. И так напишите, Мария Иванова. И отправьте мне приглашение, ну, чтобы я вас добавила в друзья. Я увижу вас из многих, что вы такая, такая-то, такая-то. И после оплаты вас добавлю. Для чего я это сделала? Вы знаете, что очень много мошенников. Очень много просто любопытных людей. А да, я зайду, посмотрю, вот как у меня в Одноклассниках, да, почти 6 тысяч друзей опять. Для чего? Эти люди там просто глазеют. Действительно, друзей, с которыми я девочками общаюсь, которые что-то у меня приобретают. Ну, наверное, тысячу возьму. В общем, да, это с теми, с кем общаюсь. Даже, наверное, тысячи нету. Те, которые приобретают, постоянные покупатели. Либо те, которые зашли, один раз купили и больше ничего там не приобретают, не переписываемся, не общаемся, ничего, никак. Зачем такие люди должны быть на странице? Это, во-первых. Во-вторых, очень много мошенников, да. И вот чтобы мошенники, ни один мошенник не захочет платить за вход деньги. Согласитесь? Соглашаюсь. Вот. Также есть группа в Телеграм-канале у нас. В нее тоже вы можете добавиться. Тоже платно. Сумму напишу в личном сообщении ВКонтакте. Поэтому добавляйтесь, если кому-то интересно. В Телеграме бывает больше всего интересного. В Телеграме бывает девочки узнают все раньше, чем где-либо. И видео они видят там первые, где, на какой соцсети вышло интересное видео. То есть про мою жизнь или про орхидеи. Поэтому вы очень много кто хотели, чтобы начались какие-то продажи ВКонтакте. Они теперь будут. Но условия вот такие. Добавиться в ВКонтакты, добавиться в Телеграм-группу можно только после того, как вы оплатите вход. Простите, мои хорошие, такая жизнь. Ну, а теперь продолжим о покупках. Морковки. Совсем чуть-чуть. Четыре штучки взяла. Во-первых, она очень быстро вялится. И мы не успеваем ее съедать. Чуть-чуть Мартюши буду добавлять, чуть-чуть нам. Буквально штучек, наверное, восемь картошек взяла свежих, потому что другой уже нет. Взяла восемь штук исключительно на суп. Также взяла вареную свеклу. Мне очень нравится готовить из нее борщ. Очень нравится. Чтобы самой не заморачиваться и долго ее не варить. Да? Уже готовая. Она не такая уж и дорогая, кстати. Чек из пятерочки. Очень мелкий, как всегда. Но я постараюсь что-то увидеть. Яйцо перепелиное 99 рублей. Так, сейчас посмотрю, сколько стоит свекла. Ну вот чуть-чуть покрупнее быть. Блин, не могли делать. Ё-моё. Свекла 79 рублей за вот эту упаковочку. Вот этой упаковки, в принципе, мне хватает на два раза. Ну, я бывает и за один раз ее использую. То есть, что-то добавлю в суп, что-то потру. Так, с чесночком, с майонезом. Очень вкусно. Так, картошка, по-моему, если я не ошибаюсь. Это свежая. Блин. Картофель. 69 рублей за килограмм. Я взяла на 33 рубля. Морковь. Килограмм 59 рублей. Я взяла на 22 рубля. Что-то вижу еще. Сосиски взяла баварские. Сегодня они были по акции по 100 с чем-то рублей. Надо было взять две упаковки. И тогда акция сработает. То есть, на 200 с чем-то я взяла две упаковки. А так, без акции они стоят одна упаковка 200 рублей. Сейчас, если найду, быстро. Сосиски. Нашла. 109 рублей по акции. Две штуки мне вышли. 219 рублей. Вот. Поэтому, когда бывают акции на сосиски, я всегда беру. Потому что на цену, когда... Ну, то есть, так они стоят 200 рублей с чем-то без акции. А сегодня акция на 200 рублей. Я взяла две пачки. Вот. Экономная становлюсь. Ё-моё. Луковички выбрала 4 штуки. Потому что там совсем ничего нет в этой нашей пятерке. Я вам уже сколько раз говорила. Наверное, самая бедная наша пятерка. Это жесть. Лук, 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 лук. Где лук? Здесь лицо. Что, лук мне бесплатно отдали? Навряд ли. Я слепая. О, нашла. 48 рублей килограмм. Я взяла на 13 рублей. Видали, какая я экономная? Если честно, на кассе стояла и думала, мне денег не хватит. Вот, позорнулась бы, опозорилась бы. Вот. Петрушку взяла вот такую. Укроп взяла. Прям целую упаковочку. Он такой прям красивый, там свежий. Сейчас еще у меня новость есть. Я вам расскажу. Ладно, сразу расскажу. У меня огурцы начали расти. Наверное, дня через три я уже их сорву. Они сегодня уже прям вот такие. Прям вот такие уже толстенькие. Прям изменились. Как испугались, да, что я их это выкину на помойку. Сразу расти начали. Помидоры взяла опять вот в этом темном лоточке моей любимой фирмы. В этом лоточке они всегда дешевле и всегда самые вкусные. Есть бумажные лоточки еще. Не то, девчат. Вот вообще не то. Так, 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 так. Только видела, где. Томат. Тоже сегодня был по акции 149 рублей. Зелень. Укроп 69 рублей. Конечно, дороговато. Ну, а что делать? Зелень надо брать. Петрушка 49 рублей. Ну, укропа здесь много. Такая большая пачечка. Петрушка, конечно, маленькая. Ну, тоже здесь так нормальная. Вроде такой с виду хороший. Поэтому взяла. Ой, что-то там падает. Ой, не падай. Опять взяла имам Баялды. Моей любимой фирмы. Global Village. Девчат, блин, ну вкусная. Раньше говорили, да, ее не брать. Она не вкусная. Но она вкусная. Вот эти баклажаны, там, чесночок, перчик, помидорка. Вкусная. Мы за два дня слопали с мужем. Доча не очень такую любит. Муж любит. Сколько она сегодня стоит? Тоже по акции. Но что-то мало на нее скинули цену. 132 рубля по акции. И еще у меня скидка вышла. Сколько-то тут? А, 200 рублей скидка вышла у меня сегодня. Даже. Так. Крупа кукурузная. Варить 25 минут. 600 грамм. Агрокультура. Появилась, наконец-то, вот эта крупа. Эту крупу беру для Мартюши. Варю ему кашу. Аллергии на нее у него нет. Две пачки взяла. Я делаю ему смесь кашек. То есть, как там? Дружбу. Дружбу делаю. Молоко Аполье. Взяла 22,5 процентов. Или сколько? Да, 2,5. Так, сейчас. Имам Баялды сказала. Картошку сказала. Лук репчатый. 48 рублей сказала. Свекла сказала. Сосиски. Крупа кукурузная. По 43 рубля. Она такая не очень прям пыль. А перемолотая такая хорошая. Погодите, сейчас выпадет. Наверное, самое дорогое, блин, это капуста. Такая дорогая она, что-то мои хорошие вообще. 100 с чем-то рублей за килограмм. Сейчас. Надо найти. Томат. Белая. 103 рубля за килограмм. Здесь у меня вышло на 178 рублей. Но я говорю, самая дорогая сегодня была капуста. Ну, а что делать? Борщ-то хочется. Потом взяла рис. По красной цене, правда. Шлифованный, круглозернистый. Потому что он был самый дешевый. Это Мартюша в кашу тоже добавлять взяла. Рис, рис, рис. Что-то прям вот самый дешевый. Я даже удивилась, что есть такая еще цена на рис. Это все в пятерочке, девочки. Сейчас, 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 сейчас. Где? Представляете, не вижу. так морковь консерва картофель лук свекла сосиски крупа капуста томат зелень зелень рис 52 рубля 900 грамм такой с виду очень даже хороший игры не грязи нет ни мусора ничего только что вот что тут написано рис шлифованный кругло зернистый можно и самим готовить что-то из него тоже потом еще вот эту крупу взяла крупа пшеничная полтавская такая покрупнее я до этого брала прям мелкую а это прям вот такая покрупнее это тоже мартюшки добавлять в кашу ну смесь делать что-то она за тоже не не так дорого стоит чак-чак дела очень вкусный тоже мне понравился тоже пятерочки девочки сейчас поищу сколько группа полтава вот это 34 рубля стоит а чак-чак 99 рублей вот все вот такие мои покупки на сегодня ну чё на обед есть чего сварить косточки у меня есть наверное следующее видео у нас будет какой-нибудь с вами мукбанг что ли прямо таки спасибо мои хорошие вам за помощь за поддержку за то что вы остаетесь со мной давайте чай попьем вместе уж ладно в этом видео то прям вообще стройняшка делаюсь вы видали уже кофта вона а то прям было в притирку всегда говорю что бог не делается к лучшему караван сахарный чак-чак очень вкусно можно самой сделать лентяйка блин нож не тот взяла надо перебить маленький аппетит а то умираю с голоду чайок как раз поспел так что я думаю что кто хочет действительно дружить общаться да не так вот как получилось что в телеграме добавились эти простите меня господи плохие люди с украины и начали писать гадости там кошмар на нас на русских и вот чтоб такого больше не было и в телеграм вход будет платный и в однако это в контакты и буду учиться я уже там более-менее в контактах начинаю понимать тем более так же через электронную почту видео какие выходят на странице сейчас подождите начну опять очень много делать и пересадок и все будет у нас с орхидеи коми с вами на ю тубе этого очень много если его не закроют значит на ю тубе очень много видео про уход за орхидеями на ю тубе канал называется моими рок-орхидей на джине канал называется два канала в одном просто моя жизнь в этом канале на джине Я скидываю видео и про орхидеи И про мою жизнь А на Рутубе Канал называется Моя жизнь и мой мирок орхидей Два в одном Это на Рутубе А на Ютубе два разных канала Моя жизнь это моя жизнь Мой мирок орхидей это мой мирок орхидей Простите мои хорошие Делать разные каналы На Дзене и на Рутубе Я не справлюсь Я везде одна И иметь много соцсетей Со всеми везде поддерживать отношения Общение очень тяжело Поэтому на Дзене и на Рутубе В одном канале два канала Но на Рутубе кстати Есть функция Что там можно сделать плейлист Я сделала там два плейлиста На Рутубе В один плейлист я загружаю видео Про мою жизнь А на другой плейлист я загружаю видео Мой мирок орхидей Так плейлисты и называются Моя жизнь А другой плейлист называется Мой мирок орхидей Очень удобно тоже Кто не хочет смотреть на меня Да Идите в другой плейлист Смотрите на Орхидея Кто хочет все вместе смотреть Значит смотрите все видео Подряд Будут платно вход В соцсети Меньше будет мошенников Гораздо меньше Поверьте Меньше будет всяких фейков К нам добавляться Ботов И всего такого прочего Я понимаю Что многим это не понравится Но простите Бесплатно входа Больше не будет Такая жизнь сейчас Слушайте я наелась Много ли для счастья надо Чуть-чуть с ластушки Я сыта Наверное надо заморочиться Да И сделать чак-чак Завтра я на склад собралась Чуть-чуть там прибраться И у меня Боюсь заглазить Опять сейчас скажу Опять что-нибудь случится У Ванды на складе Вот такой цветонос Только вчера была Его не было Сегодня уже есть У той Ванды Которой на цветонос Упала жалюзи нечаянно Она опять выпустила цветонос Так что надо пойти там Поубираться Пооткрывать окна Пока я там Чтоб там все проветрилось И И многие спрашивают Люба у вас что На квартире В квартире склад Ну это мы так уж Между собой с мужем Ее называем И Вы слышите Это слово Склад Орхидейная комната Орхидейная квартира Это квартира Мужа мамы Она здесь не живет Совсем Сдавать квартиру Не хочет Ну а платить за нее нам Потому что У нее нет возможности За нее платить Вот Поэтому мы платим за нее За коммунальные услуги И используем ее Под свои нужды То есть там живут орхидеи Мох, кора Все такое прочее Все мои хорошие Всех вас люблю Всем вам спасибо Кто хочет нас поддержать Все реквизиты Есть под каждым видео Пожалуйста Очень буду вам благодарна Потому что нам действительно Сейчас тяжело Вот это вот все Это все помощь девочек Мальчиков Не знаю Чья Спасибо вам большое Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok